Добро пожаловать в будущее! Таким слоганом встречает гостей и резидентов технопарк Жигулевская долина. Создатели советских фантастических фильмов вряд ли предполагали, по какому пути пойдут технологии будущего. А сегодня многое из того, что еще недавно казалось невероятным, уже действует. К примеру, умный модуль пожаротушения, разработка тольяттинских ученых. Эта сфера, заполненная холодоном, в случае чрезвычайной ситуации датчик срабатывает и вещество распыляется по всему помещению, понижая температуру и содержание кислорода как активного вещества. Мало того, приходит мобильное оповещение хозяину, что случилось что-то неладное. Мы видим, что приходит сообщение. Внимание, у меня упало давление, проверь меня. Это срочно. Заря и порядковый номер 512. Это означает, что в данном помещении данный модуль сработал, либо с ним что-то произошло и давление упало. В любом случае необходимо срочно убедиться в том, что модуль в порядке, в том, что он либо потушил пожар, либо устранить неисправность. И таких проектов в Жигулевской долине уже немало, при том, что работает технопарк не так давно. Со дня официального открытия прошло полтора года, но уже сегодня 200 зарегистрированных резидентов. Из них 60 работают на территории технопарка в полную силу. Руководство предприятия уверено, что сегодня многие ученые хотели бы получить зеленый свет своим разработкам, просто многие пока еще не знают, какие возможности может дать Тольяттинская площадка. Естественно, к нам приходят сюда как просто компании, которые раньше до этого работали где-то в гаражах. После этого, когда они к нам сюда приходят, мы им рассказываем о той поддержке, которую мы им можем оказать. После этого они заходят, оформляют документы для того, чтобы стать резидентом технопарка. Цель сегодняшнего пресс-тура его организаторы обозначили как знакомство с инфраструктурой территории. Помимо производственных помещений и лабораторий, здесь работает, пожалуй, самый современный в регионе концертный конференц-зал, выставка инноваций, гостиница. Все оборудовано по последнему слову техники. Мы имеем пять номеров для людей с ограниченными возможностями. Они могут в этих номерах беспрепятственно передвигаться на инвалидных колясках. И святая святых технопарка, современный дата-центр. В этом помещении смогут разместить свое оборудование сотни предприятий самого разного профиля. В этом же помещении будет находиться электронное правительство Самарской области. Причем в случае отключения электроэнергии автоматически включается дизельный генератор, который находится в помещении рядом с основным зданием. Таким образом система будет работать без сбоев. Сегодня все достижения технопарка уже реальность, но нужно иметь в виду, что это только начало, а впереди десятки лет работы. Вот знаете, я не отношусь к технопарку как к набору зданий и сооружений. Прежде всего это те люди, которые здесь работают. Ребята молодые, ребята не молодые. Старые конструкторы автовазы, например, которые пришли, они, общаясь в той же самой столовой, достигают каких-то там договоренностей по созданию новых бизнесов. И такие уже факты есть у нас. Когда так называемая спин-оффа, то есть компания в результате там какого-то нового проекта у двух компаний, создается третья компания. Сегодня технопарк Жигулевская долина работает в Тольятти под пристальным вниманием руководства страны и региона. Власти ставят амбициозную задачу создать в Тольятти самый современный инновационный центр кузнецу технологий мирового значения. Олег Зверев, Константин Головин. События.